Это декабрьский пожар трехлетней давности. Горит рынок классик, а это уже апрельские возгорания на ростовском мусоросортировочном комплексе. Оба объекта спасатели тушили несколько часов, а могли бы и быстрее, если бы территории были оснащены водоисточниками и не пришлось бы прокладывать километры рукавных линий. Для оперативного реагирования пожарные гидранты должны быть исправны и установлены ориентиры для спасателей. Вот такие спецзнаки. Средства противопожарной безопасности в частном секторе Ленинского района проверяют МЧС и Ростов-Водоканал. Совместные рейды проводят дважды в год, весной и осенью, а сегодняшняя работа вне графика. На сегодня это был последний неисправный пожарный гидрант, который водоканал, скажем так, его отремонтировал, но даже этот пожарный гидрант, он не попал в 95 выявленных в ходе весенней проверки, то есть водоканал устранил все. Данный пожарный гидрант, неисправность была обнаружена районным подразделением в ходе оперативно-тактического изучения района выезда. У нас в стране из-за холодных зим гидранты только подземные. Чтобы проверить их работу, в колодцы подключают пожарную колонку и пускают воду. Сразу на месте выявляется неисправность. Спускное отверстие в гидранте не до конца прочищено. Водоканал тут же устраняет неполадки. Обратите внимание, вот есть крышка на гидранте. Некоторые люди набирают воду самостоятельно, не закрывают, попадает щебень под кран. И уже гидрант приходит в неисправность. Он не может не закрыться, не закрыться. Мы приезжаем, разбираем, устраняем это все. Опять же, если крышки нет, ставим крышку, ну, приводим, кажется, чтобы он в рабочее положение. Частая проблема работы гидрантов – слабый напор воды. Но здесь недавно провели ремонт сети водопроводов, увеличив водоотдачу с 3 до 12 литров в секунду. В Ростове больше 6 тысяч пожарных гидрантов, из которых порядка 4 тысяч установлены на городских водопроводных сетях. Обслуживает их Ростов-Водоканал. А вовремя выявить неполадки помогают совместные объезды со спасателями. Следующий плановый выезд – осенью.